Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе завершился регулярный сезон 21-22, ставший самым результативным, начиная с сезона 95-96. Хет-триками отметились Патрис Бержерон, Коул Кофилд и Стивен Стамкас. Райан Геслор и, вероятно, Сден О'Хара провели свои последние матчи в карьере, а Дастин Браун повесит коньки на гвоздь после плей-офф. Конор Макдэвид обновил свой личный рекорд по очкам за сезон, набрав 123 балла. Впервые в истории Анхэл восемь клубов Восточной конференции набрали по 100 и более очков. Остен Мэттис, первый уроженец США, а также первый в истории Торонто игрок с 60-ю голами за сезон. Джонни Гудро завершил сезон с полезностью плюс 64, что является лучшим результатом за 35 лет. Стивен Стамкас впервые в карьере набрал 100 очков за сезон. Никита Кучеров забил в восьми матчах подряд, повторив рекорды Тампы и среди россиян в Анхэл. Игорь Шестеркин отразил 93,5% бросков и занял четвертое место по этому показателю за сезон в истории Анхэл среди вратарей, сыгравших как минимум 40 матчей. Андрей Василевский одержал 39-ю победу в сезоне и разделил первое место по этому показателю с Сергеем Бобровским. Ну а теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 29-я. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Первый сезон в лиге у Сиэтл Кракен выдался непростым. Но какие-то этой команды тоже периодически творили красоту. Прекрасный перепас Джордана Эберли, Джареда Маккена и Мэтти Беннирса тому подтверждение. Кстати, последите в следующем сезоне за Беннирсом. Парень очень талантлив. Элвис в здании. Давненько не было латвийского стража ворот в нашем топе. Предугадал действия Евгения Малкина и обокрал россиянина в эффектнейшем стиле. Хорош! Евгений Кузнецов нашел в себе новое развлечение – сверхмедленные буллиты. В этот раз он даже клюшечкой издевательски повертел перед тем, как начать дриблинг. Ну, главное, что забил. В двух матчах против Нью-Йорк Айлендерс хоккеисты Вашингтона решили показать, как по-разному можно привозить голы в свои ворота. Сначала Илья Самсонов и Дмитрий Орлов помогли Кейси Сизикусу изобразить прекрасный бильярдный удар, сидя на льду. В другом матче Ника Йенсена обокрал Мэтью Барзелл, и Джош Бейли в красивейшем стиле разобрался с защитником и вратарем. Одно из немногих светлых, пусть еще и не совсем стабильных пятен в составе нынешнего Мэнреаля – это Коул Кофилд. Вы только посмотрите, как хорошо на скорости он переграл защиту Флориды и отправил шайбу в ворота с лопаты. Конор Макдэвид выдает яркие моменты практически в каждом матче. В этот раз отметим прекрасной точности бросок с не самого удобного угла. Для настоящего мастера нет невозможных ситуаций. Последняя набранная очка в карьере Райана Гетцлафа получилась восхитительной. И очень в его стиле. Прекрасный пас не глядя, еще и за спиной. Спасибо за карьеру, легенда! Павлу Бучневичу дозвание легенды еще далековато, но такие же слепые пасы он умеет делать не хуже. Райан Орайли был очень благодарен такому подарку. Кевин Фиала провел восхитительный сезон, но все же остался в тени Кирилла Капризова и его достижений. И тем не менее, швейцарец был невероятно хорош. Только посмотрите на этот мощнейший бросок с неудобной. Не каждый игрок так может. Далеко не каждый. К слову о силе, пробить Андрея Василевского – задача непростая. Сделать это одной рукой практически нереально. Но Мэйсон Марчмен смог. Маркус Фолинио точно таким же способом решил эпизод в свою пользу. Сильные руки – залог успеха. Классика современного хоккея – голы из-под ног. Джеймс Ван Римсдайк идеально разобрался на пятачке ворот от Тавы. Зря защитники решили его не атаковать. Чуть более эпично этот трюк проделал Ник Пол. Он на скорости сотворил столь непростой элемент и привел восторг всех болельщиков Лайтни. Лучшим автоголом недели отметился защитник Нэшвилла Марк Боровецкий. Он так активно размахивал клюшкой, что очень четко переправил шайбу в собственные ворота. Обидненько. Бонус недели! С появлением в Анхайл Вегаса и после пары серии плей-офф против Шаркс в лиге зародилось новое принципиальное противостояние. Даже немотивированные акулы из кожи вон лезли, чтобы насолить принципиальному сопернику. Получилось как нельзя лучше. За секунду до конца третьего периода Тимо Майер передал привет всем болельщикам рыцарей и перевел игру в овертайм. Кстати, по булитам Сан-Хосе вырвал победу. Двойной бонус выпуска! Джон Гибсон и Энтони Столарс по ходу матча с Далласом получили травмы и в игру вступил любитель. Знакомьтесь, Том Ходжес. Экстренный голкипер отыграл целый период в матче НХЛ, отразил два броска из трех, а потом получил благодарности от игроков обеих команд. Вот такое вот завершение сезона. Хоккей – игра для всех! На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой хоккейный лайк. Подписывайтесь на наши основной и лайв-каналы, а также Инстаграм и ТикТок. С вами была команда FoxHockey. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok